Доброго всем вам вечера! В эфире многосерийный проект о людях, знаменитых и не очень истории которых основательно вплетены в историю страны. Судьба человека в современном прочтении. Вопросов походу будет много, но ключевой сквозит всегда один. Почему у нас так все устроено, что для настоящего хэппи-энда, даже в самой частной истории, порой нужно переходить на ручное управление страной. Подсказывать сверху, что нужно делать чиновникам снизу. Сегодня история одной женщины из города Тараза, которая растила детей, вела бизнес и свое хозяйство. Но вдруг все поменялось. Опухоль нашли на сердце, провоцирующую инсульты. Но семья верила, а врачи не подвели. Наши врачи еще как не подвели. Этим летом дружную и крепкую семью Тажибаевых потрясла страшная новость. Волевая Ордак на себе узнала о болезни, которая не щадит ни богатых, ни знаменитых, ни простых смертных. Женщине пришлось торговаться с судьбой. Благо, есть за что. У меня четверо детей. Вся жизнь, вся радость еще впереди. Мы только одну старшую дочку выдали замуж. Каселя ее зовут. Вторая дочка Саня ее зовут. Вот третий сын. Самат Анелля, самая маленькая. Муж мой. Я здесь. Самый близкий. Друг, муж. Дружная семья у вас. Дружная семья. Как и всегда, он был рядом с Ордак, когда чуть не произошла трагедия, о которой здесь все пытаются забыть. Мы как-то вместе были на свадьбе. Смотрю, мама упала. Я там сидела на первом столе, вот сидела, и самая первая прибежала к ней. Я говорю, Ордак, Ордак, что случилось? А она упала. Вдруг всем стало как-то недосвадебного переполоха и пожеланий новобрачным. В голове родных мелькала только одна мысль. Мама. Живи. Я на улице был. Когда услышал, поначалу не поверил. Думал, просто в омрак упала. И с лестницы подкнулась. Оказывается, все серьезно. На свадьбу вся семья пошла, я дома осталась. И тут позвонила сестренка. Анелля. И сказала, что мама упала. Потом врачи приехали на скорой машине и увезли. Был шок для всех. Шок для всех стал инсульт, который констатировали медики. Он-то и подкосил женщину. Не зря в народе недуг этот называют инфарктом головного мозга. Я до этого не знала, что такое инсульт, если честно говоря. Когда слышишь об этом, или говорят тебе, как бы... Ага, мимо ушей. Ага, мимо ушей. А когда видишь своими глазами, это очень тяжело даже объяснить, даже представить тяжело. Я ее видела на каталке. Она лежала без сознания. Представить себе даже не могла, что это не суть. Из телевизионных обозрений информации в интернете муж вдруг отчетливо сложил картинку. Инсульт может убить его жену в течение всего трех часов. Вам потом сказали, да, что-то объяснили, что с вами... Объяснили, что у меня инсульт не был шок. Ну, это все прошло. Это прошло. Да. По статистике, каждый четвертый перенесший инсульт умирает, а каждый второй остается инвалидом. Но казахстанские врачи дали ордак надежду, за которую она зацепилась. Здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо за нашим зрением, что приехали. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Проснулась в больнице. Очнулись уже в больнице, получается, да? Очнулась через три дня. То есть вы в коме были или как? В коме была. Реанимация попала. В коме была. Дальше что вам врачи объяснили причину этого, да? Тогда я узнала, что у меня вот в сердце обнаружили миксому. То есть это опухоль, да? Да. То есть вам так и объяснили, что у вас опухоль. Вот, например, сердце, да? На левой стороне, вот в сердце, да? Оказывается, у многих женщин, оказывается, бывает такая миксома. Вот эта вот болезнь, да, именно вот миксома приведет именно к инсульту. Провоцирует инсульт, получается, да? Кто повлиял на то, что вы сделали? Ну, врач-кардиолог сказал, если вы эту миксому уберете, у вас больше не будет инсульта, сказали. Я думала, что если я уберу, я дальше буду жить. И решились на операцию? И решились. Сама себя убедила, что кроме операции у меня больше выхода не будет. Ну, не переживайте, это уже... Я это все прошу. Кто вас поддерживал перед операцией? То есть это такой период, когда нужно не только решиться, а чтобы, ну, и близкие, родственники поддержали. Муж подержал. Он меня переубедил. Сказал, не бойся операцию. Быстро сделают. Медицина сейчас развита. После проведенных анализов кардиологи установили диагноз миксома – опухоль на сердце. Операция требовалась немедленно. Счет вели уже не на месяцы, а на недели и даже дни. Раздумывать было некогда. Выход, очевидно, один – операция. И после этого мы решили оперировать в Астане, в Национальном кардиохирургическом центре. И начали пробивать, или как узнавать насчет квоты. Прошли анализы быстренько. И квоту нам выделили в течение трех суток. Оценив щедрый подарок от Министерства здравоохранения, женщина быстро упаковала чемоданы и отправилась в кардиохирургический центр, в столицу. Когда на вокзале мы ее провожали, когда она в Астану езжала летом, это было нечто. Это было такое ощущение, как будто... Вот тогда было, да, действительно, очень тяжело, потому что, провожая ее, мы не знали, вернется ли она обратно или нет. Вот это вот было очень тяжело. На квоту и, соответственно, бесплатное лечение, признается Ордак, ее семья даже не надеялась. Ведь раньше такие операции проводили только за границей. Из-за очень круглой суммы. Мы очень боялись. Это ведь тяжелая операция. Но, с одной стороны, мы обрадовались, что узнали причину. Но ведь врачи вначале, изначально, они могли же узнать причину, из-за чего это. А тут так подфартило. Сказали, оперировать будет врач от Бога, признанный лучшим доктором страны в 2012 году. Юрий Пя, возглавляющий сегодня Национальный кардиохирургический центр. Ежедневно врачи этого центра проводят до шести операций на сердце. Процедура по удалению доброкачественной опухоли, называемой миксомой, случается здесь не чаще одного раза в год. Настолько редкое это заболевание сердца. Доверились только Аллаху, этим врачам, кардиохирургам. Дамир, расскажите, вы же помните, наверное, пациентку, да? Конечно. Как все проходило, в чем была сложность, может быть? В день поступления, 24 июля, она была полностью обследована и подготовлена к операции. 25 июля, на следующий день, мы ее взяли на операцию и произвели удаление образования из левого предсердия, то есть миксомоктомию. Принцип прошла очень успешно. Успешно, да, прошла? Да. Там, говорят, самое сложное, это вот послеоперационный период, да? Послеоперационный период он прошел у данной пациентки без осложнений. И через, на шестые сутки мы ее выписали. При таком заболевании очень важно все сделать оперативно и быстро. Да, оперативно и быстро, да. И все, успешно сделали операцию. Какие-то за три-три с половиной часа, да, я проснулась, пришла себе. Спасибо вот медикам Юрию Владимировичу, да, вот рука его легкая. Так хотела к нему попасть. Потому что в кардиологическом центре один врач сказал, если к нему попадете, он сам сто разы говорит. Если к нему попадете... Земляков не имеете, да? Да, да, вот. И так, как я хотела, вот именно к нему я попала. Угу. Перед операцией я хотела ему что-то сказать. Я говорю, Юрий, а доктор? Он говорит, да, я вас слушаю. Я ему говорю, после наркоза меня разбудите, у меня четверо детей, чтобы я проснулась. Ну, он пообещал, да? Да. Что? Да, он сказал, не переживайте, конечно, конечно. Вот это атмосфера меня успокоило. Угу. А сейчас? Четыре месяца прошло, как операция сделана. Меня сейчас ничего... Ну, сердце не беспокоит. Все успешно сделано. Вот это меня радует. Часто, да, приходили на работу раньше? Угу. Каждый день. Каждый день. Да, каждый день. Утром прихожу, вечером со всеми вместе ухожу. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Как у вас дела? Хорошо. 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 Как торговля? Продается? Продается? Да, продается. Все хорошо. Ардак Сиреева не привыкла зависеть от мужа. У нынче здоровой Тарасской бизнес-вумы давно свое работающее дело. Обувной бизнес. Его она оставила лишь раз, на пару месяцев, когда лежала в больнице. После операции доктора прописали покой, но Ардак такой сценарий не устраивал. Нельзя дело бросать. В торговле ничего, хорошо потихонечку. Ничего, потихонечку идёт. У клиентов не жалуются? Нет, жалок нету. Угу, жалок нет. Три пары, пять пар продала сада. Угу. Три пары это много за день? Угу. Средний. Нормально. Средний. Ну, у нас нормально. Много, не мало. Под началом Ардак работают несколько человек, которых она давно считает частью своей семьи. Это сработанная команда и взяла на себя обязанности по ведению дел, пока хозяйка бутика проходила реабилитацию. Работу не остановили, да? Не остановила, нет. Нет, дальше продолжаю работать, потому что за аренду надо будет платить, ИПы надо будет платить. Понятно. Вот так работаю. Дело не остановишь? Дело не остановишь, да. Угу. Девочка, девочка уже, вот, рано у меня работать, пять лет, и у неё тоже семья, трое детей, их тоже кормить надо. Вот, я как работодатель, она у меня пять лет работает. Сайдат, вот, Сайдат у меня, сколько лет работает Сайдат? Три года. Три года она у меня работает. Угу. Жалоб у нас за меня? Нет, жалоб нет. Жалоб нет. То есть пока вы отсутствовали, всё работало, всё продавало? Конечно. И раношки тоже, ой, Сайдатке тоже доверяю. Честные. Да, порядочные. Порядочные, вот, честные. Главное, честные же. Ну да. В восстановлении и поддержании нормального сердечного ритма – главное спокойствие. Поэтому своё дело даже на больничном Ордак контролирует лично. Порой, вопреки уговорам заботливого супруга. Ценники во всех есть? Ценников нет? Давай, наклеивай. На туфли надо клеить. Ценники. После такой, первой после операции проверки, подчинённые шутят. Начальница, очевидно, идёт на поправку, раз так живо интересуется делами магазина. Которые по одной паре остались, цены опустите, ладно, не держите. Если это клиенты будут, отдавайте. За сколько они хотят, отдавайте. Не хотят. Ну, по длине не было. Потому что не было. Скажите, Ордак, а что было вот самым тяжёлым во всей этой истории? У неё хоть и счастливый конец, но не всегда же было так, да? Когда, тем более, всё начиналось, вы ещё не знали, чем, что закончится. Что было самым тяжёлым, может быть? Что щемило больше всего? Меня радовало, что я, если сделаю операцию, я даже больше не буду болеть. Кто хочет болеть? Никто не хочет, мне кажется. Самый главный стимул был то, что, если вы сделаете операцию, вы впредь будете здоровы и никаких инсультов. Да, не будет, да. Вот это вас грело, скажем так, по-хорошему, да? А чего вы больше всего боялись? Боялась. Извините, что плачу. Когда мне было 11 лет, я потеряла маму. Я осталась без матери. Я боялась вот этого, что дети меня потеряют. Вот этого я боялась очень. Сегодня Ордак приготовила свои любимые блюда. Сварила бешпармак по особому рецепту и ждёт самых дорогих её сердцу гостей. Свою огромную семью. А вот старшей дочке муж, зять мой любимый. Вот этот мой внук, старший, первый. Это внучка. Ахтура её зовут. Это Алихан. Он меня зовёт, этот, Акапа. Меня Ордак зовут. Ранимужин говорит. И Акапа говорит. Впрочем, главный рецепт гостеприимной Ордак касается не только кухни, но и жизни, которая, чего лукавить, всё равно изменилась. И лишь семья своей постоянной заботой нивелирует все эти врачебные испытания. Сами знаете, когда таблетки дать. Да, таблетки всё лично сам даю, потому что ещё рано ей доверять. А время? Сами всё контролируешь. Да, строгое время, потому что именно время должно быть строго. В это же время, да, всё контролирует. Знаете все расписания своей жены, да? Да, да, обязательно. Контроль полностью. Да, полный контроль. Полностью контроль, контролирует он. Именно он всё время был рядом, не сложил руки и стал, признаётся, теперь ещё внимательнее. Случай тот научил пуще прежнего дорожить теми, кто и так всегда рядом. Некое испытание, да, для вашей семьи. Что ж было самым трудным? Самое трудное, наверное, было, когда она лежала в больнице в первые дни. Первые дни очень было трудно. Вообще не спали. Неживая. Да. Первые три дня было тяжело всё. Артек, скажите, вот самое главное, я не знаю, ещё бы на 7-10 лет раньше, и, наверное, такая операция бы была невозможна. В этой стране, по крайней мере. Мексомы – это очень редкое заболевание. Редкое заболевание. И даже есть на это квота, и есть врачи, которые могут это сделать. Кому можно за это спасибо сказать? Президенту. Президенту, прежде всего. Это всё благодаря его политике. Политике в области здравоохранения. Здравоохранение, да. Это всё его политика. Он построил, да, вот, эту больницу. Больницу. А что вы вот так напоследок могли сказать? Не знаю, с позитивного, с улыбкой. Вот, напутствие какой-то. Человек, который уже прошёл через всё это. Если вот сердце беспокоит, например, да, чтобы они не боялись, слушались, вот, врачи. Что и наша медицина тоже может и самые серьёзные вещи. Не надо никуда, вот, за границей, не надо ехать. Здесь, в Астане, врачи есть, кардиологи хорошие, специалисты есть. То есть можно довериться и сделать, как очень серьёзные операции, можно сделать и здесь, да? Надежда, это называется. Чтоб не теряли надежду. Надеялись только на хорошее. Всегда надеяться на хорошее? Да. И всё будет хорошо? Да, и всё будет хорошо. Врачи считают, что залог успешной реабилитации после инсульта, а потом и операции, это семья. Во всех отношениях. После инсульта мне надо было много ходить. И каждый день мы с мужем ходили здесь. Вот этот круг, да, вот это три раза делаем, три километра. Вот так мы ходили вот так. Долго-долго ходили. Где-то час-полтора часа ходили пешком. Для меня было полезно. Каждый день, получается? Каждый день доходили. Эти три километра Ордак и Байсиит каждый день проходят пешком и спустя четыре месяца после операции. Но теперь совсем иначе. Теперь без страха за здоровье и за будущее. У вас есть мечта какая-то, которая, может быть, ещё не осуществилась, да? Всех детей женить, дочку замуж отдать. У нас, как бы, это, говорят, оке аскартау. Ще ана – булах, родник. А дети – это роднички, это огоньки наши. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok